Павел Дуров, российский, а сейчас скорее международный, как он сам предпочитает себе наздавать, предприниматель. Программист, разработчик самой популярной социальной сети в Рунете и ВКонтакте. И одного из самых популярных мессенджеров Телеграм. Создатель социальных сетей сам появляется там нечасто, но редкими постами в виде фото или текстов, а также обновлениями и нововведениями в социальных сетях может даже создать краткосрочный инфоповод. Дуров редко дает интервью и еще реже выступает на конференциях и презентациях. Он не транслирует свою жизнь в социальных сетях и не общается с журналистами. Именно поэтому этот разбор может казаться чрезвычайно сложным. Дуров – персона загадочная. Важно понимать, что из-за малого количества информации о Павле, которая есть в общем доступе, анализ может осложниться. Я попробую подобраться к личности Павла настолько, насколько это возможно. Конечно, многие возмутятся. Было бы неправильно делать выводы о человеке лишь потому, как он ведет страниц в социальных сетях. Такой подход может привести к ошибочным выводам, что логично. Но сейчас не тот случай. Так как публичные появления Павла крайне редки, анализ его личности и коммуникативного стиля будет частично основан на том, по какому принципу он создавал собственные социальные сети, как сам их ведет, как прокладывает коммуникацию у себя в социальных сетях. Мы постараемся проследить, какие ценности Павел вкладывал в свои продукты и следует ли этим принципам в коммуникации и процессе взаимодействия с людьми. В целом, из чего складывается его психологический портрет. Несмотря на скрытность и замкнутость, Павлу удалось создать доверительную атмосферу с пользователей его социальных сетей. Как он это делает, при этом держась на дистанции, обсудим в этом выпуске. Также проанализируем, какие убеждения Павел Дуров отстаивает на своем пути. Как сохраняет уверенность в себе и в чем эта уверенность основана. Как создает эффект загадочности по отношению к своей персоне и делает ли он это намеренно. Как проявляется в публичном и личном общении. И, наконец, как он преподносит себя миру и что рассказывает о себе. Задача будет сложная, но интересная. Впереди много интересных мыслей, которые, возможно, станут для некоторых из вас полезными и натолкнут на свои собственные рассуждения. Давайте начинать. И как можно соединить этот инновационный образ мышления Павла с возможностями, предлагаемыми продуктами, похожими на Альфа Тревел. Эти продукты, хоть и не являются частью его истории, но отражают те же ценности, которые так близки Павлу. Инновационные финансовые инструменты, подобные Альфа Тревел, уделяют особое внимание свободе выбора, открытости для новых возможностей и стремлению сделать каждое действие более значимым. Они отражают идею свободы передвижения, предоставляя возможность получить выгоду из путешествий, обменивая накопленные ресурсы на более ценные и запоминающиеся моменты. Альфа Банк и их лучшая дебетовая карта для путешествия Альфа Тревел становятся отличным выбором для тех, кто ценит подобную свободу передвижения. Она предоставляет повышенный кэшбэк 20% милями за покупку авиабилетов без ограничений. С Альфа Тревел вы также получаете честный курс обмена. Одна миля равно одному рублю. Можно свободно использовать мили для оплаты авиабилетов, бронирования отелей и для других категорий путешествий. Обслуживание этой карты бесплатно, навсегда и без каких-либо скрытых условий. Если вы хотите сделать свои путешествия более значимыми и выгодными, то дебетовая карта Альфа Тревел для путешествий – ваш выбор в этом месяце. Акция действует только в декабре. И не упустите возможность сделать каждое ваше путешествие незабываемым и экономически ценным. Итак, что мы знаем о Павле в общих чертах? Родился в Санкт-Петербурге, который в 1984 году назывался Ленинград. Сейчас занимается совершенствованием телеграммы и другими проектами. Живет в Дубае и много путешествует по разным странам вместе с командой разработчиков. Безусловно, Павел Дуров приобрел широкую известность за счет создания ВКонтакте. Но что предшествовало этому? Павел вырос в интеллигентной семье. Сначала учился в Турини, в Италии. Позже поступил на филологический факультет по специальности английской филологии и перевод. Гуманитарное образование сочеталось с увлечением программирования. Во время учебы Павел активно был вовлечен в студенческую жизнь и стремился наладить взаимодействие между студентами. Этого он пытался добиться через создание интернет-ресурсов, где студенты могли делиться идеями на форумах. В ранних 2000-х еще не было сайтов для скачивания рефератов. Да и в целом информации в свободном доступе было меньше. У студентов была потребность в поиске учебных материалов в удобной форме. И Павел удовлетворил эту потребность. Но его ценность была в материалах, которые удалось собрать, потому что там они делились где-то конспектами лекций, где-то еще чем-то. И ценность была в сообществе. Создание подобных ресурсов и накопление на их основе опыт, а также обмен идеями с друзьями и натолкнули Павла на создание социальной сети. Конечно, то, как выглядит ВК сейчас, не имеет отношения к Павлу Дурову, так как он уже не является владельцем собственного творения. Поэтому стоит вспомнить, что представлял из себя ВКонтакте в самом начале. В первое время это была платформа не для всех. Сайт позиционировался в качестве закрытой социальной сети студентов и выпускников вузов. Зарегистрироваться можно было по приглашению. Но такая стратегия замедляла рост площадки, и вскоре регистрация стала свободной. Павел решил, что сеть не должна выделять одну социальную группу. Она должна стать универсальной и быть полезной для всех без исключения. Отсюда и название. Такая небольшая деталь говорит о Павле то, что он уже тогда стремился создать нечто всеобъемлемующее. Что может объединить, если не всех, то большинство людей. И уже, кажется, в то время он понимал, что именно в область интернет-разработки он сможет реализовать свой потенциал. Стать для людей полезным и нужным, отвечая на их запросы. Павел уклонялся долго, потом его посадили и сказали так. Все сказали, ты тоже говори. И он пробурчал что-то не очень разборчивое. Он сказал, я буду интернет-тотемом. Сейчас это уже не так. Но во времена, когда ВКонтакте был самой популярной социальной сетью в России, и большинство людей общались именно там, на платформе царила особая атмосфера. Как же Павлу удалось ее создать и почему клон Фейсбука притягивал все больше пользователей? В Фейсбуке стартовая страница была новостной, в то время как в ВК стартовой была страница самого пользователя. Таким образом, возникало желание слепить идеального себя, как в игре Sims. Рассказать о своих взглядах, предпочтениях, вступить в группу по интересам, выложить фотографии, набрать как можно больше друзей. Во времена лидерства ВКонтакте, именно количество друзей, а не подписчиков, как сейчас, являлось мерилом популярности страницы. Конечно, самая популярная страница с самыми высокими показателями была у Павла. Это был идеал, к которому многие стремились. В то время такой способ общения был в новинку, и людям хотелось опробовать новые пути знакомства и взаимодействия. Как и в любом успешном бизнесе, один из главных элементов популярности — новизна. Плюс сам создатель сети демонстрировал свой профиль. Внизу любой страницы ВКонтакте всегда была ссылка на профиль Павла, поэтому он неизбежно приобретал все большую популярность. Плюс это подкрепляло ощущение того, что какую бы страницу ВКонтакте вы не посетили, за каждой из них скрывался Павел. При этом, чем более популярным становился ВК, тем меньше информации оставалось на личной странице Павла, и тем более размытой она становилась. Возможно, поэтому развился миф, что Павла и вовсе не существует. Был такой человек-загадка, потому что о нем было просто ничего неизвестно. Большинство людей были убеждены, что это вымышленный персонаж. Прикреплялся этот миф тем, что Павел мало общался не только с внешним миром, но и со своим окружением. То есть с людьми в собственной компании. Это была абсолютно закрытая компания. Никто не общался со СМИ, никто. Павел никогда не общался со СМИ, кто-то еще тоже не общался со СМИ. Ну, то есть закрытая компания, никто не знает, что в ней происходит. Конечно, нет сомнений в том, что Павел реальный человек, однако шлейф загадочности тянется за ним до сих пор. О том, почему и как Павел по-прежнему остается загадкой, чуть позже. А пока еще одна деталь, которая тогда отличала ВК от других социальных сетей, заключалась в том, что Павел сам регулярно сообщал о будущих обновлениях, и пользователи могли ему ответить. Так создавалось ощущение взаимодействия. Сейчас нас может возмущать, когда создатели какого-то ресурса не предупреждают нас заранее и на выведениях, и не отвечают в поддержке. Но опять-таки, тогда это было в новинку. Павел, по крайней мере, создавал впечатление, что прислушиваются к мнению пользователей. Иными словами, Павел держал дистанцию, когда дело касалось его личности. Но когда речь шла о развитии его детища, он был и до сих пор нацелен на пользователей и их обратную связь. За счет выстраивания такого взаимодействия Павел как бы вселил в пользователей идею, что с ним, создателем ВК, можно общаться. И даже если он не ответит на комментарий, он примет его к сведению. К тому же, все-таки, несмотря на дистанцию, это сближало Павла с пользователями. Плюс к этому, в отличие от Фейсбука, где правила позволяют размещать материал исключительно с соблюдением авторских прав, во ВКонтакте можно было найти тонны пиратского контента, будь это музыка, фильмы и игры. Конечно, сейчас правила изменились, и нынешнее руководство ВК стремится к соблюдению авторских прав. Но в поздних 2000-х именно ВКонтакте был для людей неким логовом, местом, где можно было погрузиться в виртуальную жизнь без всяких ограничений. Общаться с людьми, искать информацию, отдыхать. У многих ощущение родства социальной сетью было настолько сильным, что любые изменения, вроде удаления стены, воспринимались как значительные изменения в личной жизни. Как шутят пользователи, что я проснусь, а Дуров у меня дома мебель переставил. Продукт, созданный Павлом, настолько прочно вошел в повседневную жизнь людей, что многие воспринимали свой профиль в соц.ит как дом. Но тогда встает вопрос, почему же Дуров удалил ту самую стену и поменял ее на микроблок, если пользователям эта идея не нравилась? Не противоречит ли это идеям, упомянутым выше? Дело в том, что помимо контакта с пользователями, для Павла крайне важно постоянно двигаться вперед, создавать что-то новое. Это можно видеть и сейчас. В Телеграме регулярно появляются обновления. То же самое было и с ВКонтакте. Для Павла важны прогресс и развитие. Чтобы социальная сеть привлекала больше пользователей, ее нужно постоянно модернизировать. Практически каждый день разработчики ему что-то сдают. То есть он считает, что как минимум раз в три дня мы должны для пользователей что-то новое запускать, чтобы они видели, что мы ведем непрерывную работу. Таким образом, Павлу нужно было решить дилемму и выбрать, что важнее, желание пользователей сохранить ее по-старому или двигаться вперед, несмотря на волну возмущения. И Павел, как известно, выбрал второе. Временное негодование было не так важно, как сам факт сделать шаг вперед. Именно это качество, стремление к инновациям, а также другие качества Дурова, о которых я поговорю дальше, можно вписать в структуру модели Большой Пятерки. Большая Пятерка — это широко принятая психологией концепции, которая разделяет личность человека на пять основных факторов. Экстраверсия, добросовенность, нейротизм, открытость опыту и дружелюбие. Эта модель является результатом десятилетий исследований в области психологии личности и используется для оценки и предсказания поведения в различных ситуациях. Применяя этот метод для анализа публичной личности, важно понимать его ограниченность. Тексты, цитата и другая информация могут дать лишь поверхностное представление человеке. Мы можем сделать предположение, но эти выводы, нужно понимать, будут основаны исключительно на внешних проявлениях личности, то есть то, что человек сам демонстрирует либо позволяет демонстрировать о себе. Анализируя личность Павла, мы будем постепенно заполнять всю модель. А сейчас начнем с качества под названием открытость. Дуров постоянно исследует новые технологические горизонты и приветствует инновации. Такие действия указывают на высокий уровень открытости к новому опыту, так как инноваторы часто обладают этим качеством. Это делает Дурова исследователем по природе. Павел использовал ВКонтакте как площадку для воплощения своих идеалов и стремлений. Свободу ощущения, постоянного роста и расширение возможностей. Иногда Павел, можно сказать, навязывал пользователям свои убеждения. Павел ярый противник алкоголя. В новогоднюю ночь ограничил рекламу алкогольных напитков во ВКонтакте, из-за чего на один день резко упала активность. Кстати, на этом графике хорошо видно, как в России празднуют Новый год. Это одна из причин, по которым мы запретили у себя на сайте рекламу алкоголя. Немного стыдно показывать такие графики. Мы не можем утверждать, что типичный паттерн поведения Павла – это навязывание своей позиции. Но если послушать, что другие люди говорят о Павле, эту черту в какой-то степени можно в нем проследить. А вы знакомы, кстати, с Павлом, Артемий? Мы встречались. Правда, он веган, но во всем остальном нормально. А это минус? Странно, когда человек не просто вот сам заказал себе то, что ему хочется, а когда он как бы чуть-чуть еще на тебя это проецирует. А, то есть он такой подчеркнутый веган. То есть он пытался вас в свою идеологию как-то внедрить. За пару лет ВКонтакте произошел другие российские социальные сети на рынке. Кажется, популярность и финансовое состояние Павла выросли настолько, что он был готов буквально разбрасываться деньгами из окна офиса. О чем же может говорить такое эксцентричное поведение? И чем это можно объяснить? Как и любой человек, Павел сочетает в себе вещи, которые, кажется, могут противоречить друг другу. Практически как у любого человека, но у него это проявляется особенно интересно. У любого человека есть куча тараканов, проблем, противоречий. Он может с утра быть полным кретином, а с вечера гением, который спас человечество. Это один и тот же человек. Несмотря на то, что Павел избегает внимания со стороны СМИ и редко появляется на публике, он использует разные возможности, чтобы заявить о своей личности и подчеркнуть, что именно он является лидером в области интернет-разработки. На форуме, который Павел создал до ВК, он посвятил себе отдельную страницу. Может ли это говорить о том, что Павлу свойственна эксцентричность? Трудность судить лишь по одному эпизоду. Если такой случай единичный, это указывает на нестабильное эмоциональное состояние в данный момент времени. Если же такое случается регулярно, это уже может говорить о том, что такие действия в парадигме поведения человека являются обыденными. Логично. До сих пор в сети вспоминают случай, когда якобы Павел Дуров на просьбу Данила Кашина сфотографироваться выбросил телефон блогера с четвертого этажа торгового центра. Короче, очень мутная история в целом. Очень мутная история. Мутная, мутная. Но это вообще история, которую никто в нее не поверит никогда. Реально, тебе никто не поверит. В эту историю действительно трудно поверить. Но если предположить, что это правда, то Павла она выставляет в плохом свете для людей, хотя бы потому, что добавляет одно очко в копилку его странности и показывает его как человека, который ставит себя выше других людей. Возможно, это паника, перемешанная с агрессией. На запланированных встречах с фанатами Павел вел себя вполне дружелюбно и здешенно. Возможно, это связано с тем, что в таких обстоятельствах Павел чувствует контроль над ситуацией и поэтому спокоен. Или потому, что там нужно показывать такое поведение. К тому же велась открытая съемка. Но вероятно, Дурова возмутила предложение блогера сфотографироваться и сбила с толку неожиданность. Самое главное – нарушение личной границы непредсказуемой ситуации. Поэтому Павел мог отреагировать в агрессивной форме так, как посчитал нужным. Это подчеркивает идею сочетания противоположностей в человеке. С одной стороны, Павел стремился наладить общение между людьми и сделать коммуникацию более эффективной. Но с другой, он может повести себя по отношению к другим высокомерно и непредсказуемо. Да и в целом, перечисленные ранее эпизоды могут говорить о стремлении Дурова не следовать общепринятым правилам и нарушать их. Такое эксцентричное непредсказуемое поведение, как ни странно, может служить способом борьбы со стрессом. В напряженной ситуации некоторые люди ведут себя нестандартно, таким образом выражая внутренние эмоции. Это может быть полезным для человека, испытывающего стресс, так как резкий неожиданный ход помогает ослабить нервное напряжение. Но не всегда вторая сторона коммуникации после такого остается в плюсе. Такие проявления Павла можно обобщить следующим образом. В нем может прослеживаться небольшой процент таких качеств характера, как надменность и эксцентричность. При этом в глобальном смысле он стремится быть полезным людям и удовлетворить их потребности. Кажется, такое двоякое описание личности Павла не столько дает ответы, сколько ставит перед нами новые вопросы. Давайте постараемся еще более детально декодировать личность Павла и понять, за счет чего он много лет поддерживает вокруг своей персоны ауру загадочности и зачем ему это. Еще одна причина, по которой он не общается с журналистами, он не хочет, чтобы его узнавали на улице. Просто человек живет спокойной жизнью. Это обстоятельство связано с профессиональными и личными убеждениями Павла в отношениях приватности. Ведя себя таким образом, Павел транслирует концепцию, укорененную в его продуктах. Понимая важность конфиденциальности в цифровом мире, Дуров ставит перед собой задачу предоставления безопасного средства общения для людей. Чтобы лучше разобраться в особенностях внешнего облика Дурова и его публичного образа, обратимся к его странице в запрещенной в России сети. Взгляды, высказанные Павлом, его фотографии, реакция на его действия и даже цитаты под фото, подобно деталям мозаики, составляют калаш, рисующий определенное восприятие его личности в глазах общественности. Это восприятие, в свою очередь, отражает ключевые качества, ценности и убеждения, которые Дуров, возможно, намеренно или невольно демонстрирует миру. Некоторые в социальных сетях отмечают, что Павел Дуров похож на Нео из «Матрицы». И как вам он? То есть вот такой же, как в интернете? Прекрасно. Назидательный Нео? И с этим, честно говоря, сложно поспорить. Павел нас всех подсадил на «Матрицу», то есть это был любимый фильм Павла в то время. Ну, наверное, если у него любимый фильм «Матрица», наверное, и Нео, наверное, его любимый герой, поэтому, в принципе, неудивительно. Павел действительно имеет сходство с киногероем. Они оба будто излучают особую силу и мощь. Оба являются борцами за свободу. Нео стремился спасти человечество от поработивших его машин. А Дуров стремится дать людям свободу общения и самовыражения. Можно развить сравнение дальше, чтобы убедиться, что оно не беспочвенно. К примеру, Павел Дуров и Нео обладают лидерскими качествами. Дуров возглавлял ВКонтакте, а сейчас возглавляет Телеграм. И в обоих случаях он играл ключевую роль в развитии этих платформ. Нео, в свою очередь, выступает в роли лидера повстанческой войны против машин и также является в ней центральной фигурой. На пути развития Дурова и Нео можно проследить этот этап возрождения. Дуров создал Телеграм после конфликта с российскими властями и таким образом возродил себя в новом проекте. Заурядный программист Томас Андерсон возродился в облике Нео. Более того, и Дурова, и Нео можно рассматривать через архетип избранного. Человека, выбранного высшими силами для исполнения миссии. Павел, как основатель крупнейшей социальной сети в России и Телеграма. И Нео, как тот, кто способен разрушить матрицу изнутри. Оба несут в себе схожую миссию изменения мира. Этот архетип отражает стремление человека к самореализации, к открытию в себе ресурсов, которые позволяют внести значимые изменения в окружающий мир. Тема двойной жизни также актуальна для обоих героев. Днем Нео обычный программист, который ночью превращался в хакера. Дуров совмещает личное и публичное. Объединяет в себе, с одной стороны, роль успешного бизнесмена, а с другой – защитника принципов свободы в интернете. Это отражает нашу способность адаптироваться к различным социальным ролям, меняя маски, но сохраняя свою истинную сущность. Еще одна важная чертовсходство. И Павел Дуров, и Нео смотрят в будущее и работают над проектами, которые имеют потенциал изменить мир вокруг них. Павел обладает стратегическим мышлением и способен найти решение глобальной проблемы, которая объединяет многих людей. Это называется helicopter view – вертолетное видение. Ну, то есть ты как бы взлетаешь над проблемой и видишь ее в каком-то глобальном контексте. То Дуров абсолютно такое. Одним словом, описывающим качество, которое Павел Дуров транслирует миру на основе вышеуказанных наблюдений, я бы выбрал слово «бунтарь». Это слово охватывает многие из выделенных черт его характера. Противостояние системе, стремление к изменению, двойная жизнь и готовность идти против общепринятых норм ради своих идеалов. Также слово «бунтарь» отражает непримиримость и решимость, которые проявляются у Дурова в его действиях и убеждениях. Что же можно заметить на фото Павла в «Нельзя грамме»? Бросается в глаза то, что позы Павла четко выверены. Композиция гармонична и подчеркивает центральную фигуру на снимке. Грамотно обработан свет. Можно точно сказать, что Павел крайне внимательно относится к снимкам, которые будут опубликованы. Учитель, который преподавал в школе Павла, отмечает, что Павел всегда задумывался о мнении окружающих на его счет. Его волновало, как его оценили. У него было очень развитое честолюбие. Некоторые фото Павла кажутся отретушированы настолько сильно, что создают эффект «Зловещей долины». Этот эффект подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает неприязнь или удивление у людей, наблюдателей. Эффект «Зловещей долины» часто обсуждается в контексте создания роботов, компьютерных персонажей и искусственного интеллекта, так как он важен для дизайна, чтобы избежать негативных реакций пользователей. Дизайнеры и инженеры стремятся найти баланс между схожестью с человеком и стилизацией, чтобы избежать «Зловещей долины». Конечно же, я не утверждаю, что Павел Дуров – робот, похожий на человека, но если вспомнить миф, что создатели ВК не существуют, и добавить к этому его статичность и застывшесть на снимках, а также особый гипнотический взгляд, который смотрит прямо на нас через камеру, все это вместе способствует той самой загадочности и мистичности фигуры Павла. А снимки, сделанные в пустыне, так и вовсе напоминают роман Фрэнка Герберта Дюна, в котором затрагиваются темы свободы, власти и создания будущего. А Дуров будто предстает перед нами в образе Фримена, человека, который находится в постоянной борьбе за свою свободу. Павел Дуров – фигура примечательная даже на фоне героев мировой литературы и кино. Несмотря на то, что сравнение людей с персонажами произведений может быть условным, у Павла и главного героя Дюны Пола Атрейдиса заметны интересные параллели, так же, как и с Нео. Как и Пол Атрейдис, Павел Дуров часто оказывается в опасных ситуациях, требующих решительности и стратегического мышления. Жизненные трудности и опасности встречают их на каждом шагу. Если Атрейдис сталкивается с интригами и борьбой за ресурсы на Аракисе, то в случае Дурова его жизнь и карьера также не обошлись без испытаний и трудных решений. И Пол Атрейдис, и Павел Дуров оказывают существенное воздействие на большие группы людей. Пол управляет планетой, борясь за ресурсы и уважение местных жителей. Павел Дуров создал социальные платформы, которые влияют на общение и изменяют информационное пространство миллионов людей. Среди этих качеств стоит также выделить способность обоих героев адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и реагировать на вызовы времени. И, конечно, оба героя имеют неутомимое желание привнести изменения. И Пол Атрейдис, и Павел Дуров в своих собственных реалиях стремились изменить жизнь людей к лучшему. Пол в борьбе за ресурсы и свободу на Аракисе, а Павел в цифровой среде, представляя инструменты для общения и обмена информацией. Обобщить сравнение Павла и Пола можно словом «лидерство». Это понятие объединяет многие из выделенных черт характера. Непоколебимость в убеждениях, способность влиять на массы, быстрая адаптация к переменам и желание вносить изменения. При этом публичный образ Павла Дурова не статичен, а постоянно трансформируется. Можно развить аналогию и предположить, что раньше, скажем, во времена ВКонтакте Павел был больше похож на Нео, загадочного хакера, который ведет тайную борьбу за конфиденциальность пользователей в интернете. Сейчас же, в период главенства Телеграма, его публичный образ, если можно так сказать, перешел в стадию Пола Атрейдиса. Теперь эта борьба более открытая, осмысленная и продуманная. При всей очевидности сходств с персонажами литературных и других произведений, Дуров остается живым человеком, чьи действия и мотивы могут быть сложнее и глубже, чем у героев книг или фильмов. Я не знаю, ассоциирует ли себя Павел с Полом Атрейдисом из Дюны, или с Нео из Матрицы, или другими героями, но сам факт того, что он может напоминать их, и придает ему ту самую загадочность, энигматичность, если хотите, пафосность. Когда мы смотрим на персонажей в кино и погружаемся в их историю, нам кажется, что мы близки с ними, особенно если мы находим сходство между собой и героем. Но тем не менее, персонажи далеки от нас, и мы не можем приблизиться к ним больше, чем позволяет автор. Такие сравнения лишь подчеркивают, насколько многогранен и уникален каждый человек, даже если в нем укладываются черты известных персонажей. Говоря о Дюне, невольно вспоминаются цитаты из этого романа. К примеру, «Ты, что ты можешь уничтожить, находится в твоей абсолютной власти», или «Страх убивает разум». Сходство Павла и вымышленных героев основано еще и на общности тем, над которыми они рассуждают. Чтобы в этом убедиться, обратимся к подписям, которые Павел оставляет под фотографиями. Как правило, они представляют собой цитаты, философские изречения или свод правил. Например, «Внешний мир – отражение внутреннего». «Сложные времена создают сильных людей», «Сильные люди создают хорошие времена», «Хорошие времена создают слабых людей», «А слабые люди создают сложные времена». Это цитата американского автора Джей Майкла Хопфа. Или, «Самы дисциплины – это ключ к здоровью, благосостоянию и счастью». В целом, такой выбор коммуникации, общения цитатами, может говорить о стремлении Павла быть кратким, ясным, понятным и рациональным, так как цитата предоставляет информацию в сжатом и концентрированном виде, но при этом открывает большие просторы для рассуждения и додумывания. Это сходится с принципами программирования. Если код громоздкий и запутанный, он не будет понятен системой должным образом. Но только ли об этих качествах говорит стремление дурово общаться цитатами. Если снова вернуться к форуму, который Павел создал до ВКонтакте, то можно увидеть, что уже тогда в нем прослеживалось увлечение цитатами великих людей. Со слов Родиона Чепеля, режиссера документального фильма о дурове, Павел слушал речи исторических личностей буквально вместо музыки. В отдельном разделе были сохранены речи лидеров прошлого, политиков вроде Сталина, Гитлера и Муссолини, вплоть до Мартина Лютера Кинга. А позже на основе этих примеров дуров сочиняют собственные цитаты. Например, выводят ряд правил для поддержания молодости и развития созидания. Такой способ самовыражения можно трактовать по-разному. Один из вариантов, в этом прослеживается стремление Павла поставить себя в один ряд с другими известными лидерами и философами. Может быть, это один из способов стать тем самым интернет-тотемом, вписать в историю не только собственные интернет-творения, но и сделать известными свои высказывания и идеи, распространить их в умах людей. Плюс, общение цитатами может способствовать созданию дистанции между Павлом и другими пользователями. Таким образом, помещая в описанную пафосную философскую цитату, Павел ставит тебя выше, в то время как другие медийные личности зачастую транслируют в соцсетях каждый свой шаг, нередко привлекая внимание аудитории скандалами и интригами. Павел как бы возвышается над тем этим, стараясь сосредоточить свои мысли на самом главном и не отвлекаться. К тому же, это еще один способ поддержания загадочности. Ведь мы не знаем до конца, кому именно Павел адресует эти послания и что в них зашифровано. Похоже на не менее загадочные послания Ксимирона перед выходом нового материала. Это на какое-то время вовлекает аудиторию в поиск разгадки. Таким образом, принцип, по которому выстроены социальные сети Павла, транслируют нам его ценности и убеждения, его загадочность и мистичность и создают дистанцию между ним и нами, обычными пользователями. Эта загадочность и недоступность служат ему инструментом мифологизации личности, что делает его образ еще более влиятельным и привлекательным для общественности. В большой пятерке это качество описывается в рамках диспозиции экстраверсия. Дуров, как мы заметили, часто выбирает социальные сети для общения через тексты и заявления, избегая прямых контактов или интервью. Это может говорить о его интровертированности, так как интроверты часто находят письменное общение более комфортно. Следовательно, можно предположить, что у Дурова преобладают интровертированные черты личности. Но мы поговорили еще не обо всех ценностях и личностных качествах Павла. Давайте продолжим. Настолько стремительно развивающаяся социальная сеть, как ВКонтакте, не могла остаться без внимания. У нее появились инвесторы, а также люди, желающие завладеть этим бизнесом. Дурову неоднократно поступали предложения о продаже ВК, но всякий раз он отвечал отказом. Однако обстоятельства все же вынудили Павла расстаться с ВКонтакте. Он заявил об этом у себя на странице. Правда, оказалось, что это был первоапрельский розыгрыш, и Павел не покидал своего поста. Это плюс один в копилку его выходок, вроде выбрасывания денег из окна. И это еще не все. В ответ на предложение Mail.ru групп купить ВКонтакте в 2011 году, Павел ответил фотографии с вполне понятным посланием. Так Павел снова повел себя нагло и дерзко. Однако стоит отметить, что хоть это и добавляет ему эксцентричности, в данной ситуации Павел поступил так не без причины. Ведь у него пытались отнять то, на чем он работал 7 лет. Это показывает, что Павел не собирался давать возможность конкурентам сделать ВКонтакте своей частью. Он стремился сохранить независимость. Но вскоре первоапрельская шутка стала реальностью. И Павел уже официально покинул пост генерального директора ВКонтакте. Причем не по своей воле, по его словам. Этот поступок тоже сообщает о личности Павла многое. Любому человеку было бы трудно отказаться от того, над чем он работал много лет. Для ситуации, в которой оказался Павел, противоречило его ценности – свободе. В момент, когда он почувствовал внешнее давление и ограничение свободы действий, он принял тяжелое решение уйти. Эта ситуация с точки зрения большой пятерки характеризует Павла как человека принципиального. А диспозиция, которая это оценивает, называется добросовестность. В отношении добросовестности Павел продемонстрировал свою принципиальность, неуклонно следуя своим убеждениям, даже сталкиваясь с внешним давлением. Это поведение свидетельствует о высоком уровне добросовестности, так как люди с этим качеством обычно придерживаются своих стандартов, несмотря на возможные конфликты. Подобно тому, как авторы художественных произведений создают свои творения по мотивам собственных чувств, впечатлений и пережитых событий, Павел Дуров создал Телеграм как безопасный аналог Ватсапа, когда оказался в трудной жизненной ситуации и понял, что у него нет безопасного способа общения с близкими. Главную идею, которую распространял Телеграм – конфиденциальность данных. Учитывая то, что о личной жизни Павла мы знаем ничего, для него конфиденциальность и защита данных крайне важна. Его главные идеалы – свобода. И защищая эти идеалы, он давал другим людям посредством Телеграма возможность приобщиться к нему. Но на этом этапе снова начались проблемы. Госструктуру хотели принудить Павла выдавать личные данные пользователей. Это противоречило той системе ценностей, которая была установлена в Телеграме. Поэтому Павел от такого сотрудничества отказался. После этого его стали обвинять в пособничестве терроризма, так как злоумышленники могли скрывать свои переписки в секретных чатах и совершать противоправные действия. Павлу снова пришлось столкнуться с дилеммой. Свобода слова должна быть у всех, но должна ли она быть у террористов и преступников? Свобода слова и конфиденциальность – это палка о двух концах. И Павлу приходилось, и, видимо, до сих пор приходится, постоянно сталкиваться с этой дилеммой и находить равновесие. Когда Павла пытались втянуть в решение политических проблем, он стремился настолько, насколько это возможно, сохранять нейтралитет. Кажется, политика интересовалась Павлом больше, чем он ей. Нам все время пытаются как-то придать вот этот облик оппозиционности, но у нас ведь позиция такая, что мы всегда просто нейтралитет сохраняем. То есть у нас просто есть платформа, на которой люди могут выражать свое мнение. Его убеждения основаны на принципах свободы слова и защиты индивидуальности человека в эпоху цифровых угроз. В современном мире, где власти и корпорации постоянно пытаются контролировать поток информации, Дуров стоит на страже права каждого человека на конфиденциальное общение. Настолько, насколько может это сделать, обладая ресурсами влияния. Из-за отказа выдавать личные данные пользователей началась блокировка телеграммы. На странице Павла ВКонтакте есть вся летопись этих событий. Павел увидел по отношению к своему детищу беспрецедентный уровень поддержки. Убедился, что многие люди разделяли его взгляды на свободный интернет и тайну личной переписки. В знак поддержки люди запускали бумажные самолетики. Несмотря на давление, Павел все равно отказывался выдавать личные данные пользователей и настаивал на своем. Такое поведение вписывается в рамки диспозиции на эротизм. Дуров показал себя человеком стабильным и решительным даже в стрессовых ситуациях. Такое поведение может говорить и о низком уровне нейротизма, так как люди с этим качеством обычно спокойно реагируют на внешние ресурсы. Но стоит держать в голове те провокационные ситуации, где поведение его не было уравновешенным. Сама эта ситуация, как бы руководство Телеграма этого не хотелось, все равно придала компании тот самый оттенок оппозиционности, так как Павел и его команда встали на путь защиты своей деятельности в борьбе с властью. Павел был горд тем, что его взгляды поддержали тысячи людей. Но не стоит упускать из виду еще одно обстоятельство. Для Павла крайне важна активность пользователей и их количество, как и для любого создателя социальной сети. Павел отказывался блокировать оппозиционные материалы в своих социальных сетях, в том числе, чтобы избежать оттока аудитории на Facebook. Даже несмотря на то, что блокировка была снята, проблема для Павла осталась актуальна, так как Телеграм по похожим причинам хотели заблокировать и в других странах. Говоря о свободе слова, Павел утверждает, что есть вещи, которые можно публиковать. Но есть вещи, которые могут быть заблокированы. Вы работали с иранским государством, чтобы позволить, что вы заблокировали порн-бот. Например, мы блокируем порн-бот в рынках, где порн-бот неизбежен. Порн-вебсайты, которые блокированы, начали появляться в форме ботов на Телеграм-платформе. Как результат, мы получили много пользователей, которые мы не хотим. Выходит, что Павел все-таки может блокировать часть контента, в том числе по решению правительства той или иной страны. Но в чем тогда свобода слова Павла и нейтральная позиция, к которой он стремился? Можно, например, критиковать руководство какой-то страны. В этом и будет заключаться свобода слова. Но нежелательный или опасный контент, порнографический контент или контент, призывающий к насилию, может быть заблокирован. Особенно в случае, когда Павел не хочет иметь с ним дело, и он ставит под сомнение Телеграм как безопасную платформу или представляет платформу как источник запрещенных материалов. Такой подход говорит, с одной стороны, о принципиальности Павла, а с другой о гибкости. Он не стрижет все под одну гребенку, и каждая ситуация оценивается отдельно, но через призму собственных убеждений. Он стремится отделить от Телеграма пользователей, которых не хотел бы там видеть, и бережет репутацию. Сейчас распространяется информация о том, что Телеграм все же не так безопасен, как утверждают разработчики. Ежедневно он подвергается хакерским атакам. Правительственные организации по-прежнему хотят владеть личной информацией пользователей, а по некоторым предположениям информации других пользователей, Телеграм уже их передает. Именно поэтому и нет никаких блокировок. Известны случаи взломов аккаунтов. Остаются сомнения по поводу того, действительно ли Дуров отвоевал право на защиту данных, или все-таки пошел с властями на сотрудничество. Сложно утверждать наверняка, но даже если Телеграм не настолько безопасен, как это заявляет Павел, несколько лет назад он уже заработал кредит доверия и построил крепкую репутацию. Протестные митинги 2018 года все же добавили к персоне Павла элемент стойкости и стремления к борьбе. А многие, основываясь на предыдущем опыте, продолжают верить, что в подобной ситуации Павел снова поступит так, как поступал раньше, хотя обстоятельства могут измениться. Так или иначе, само устройство платформы Телеграм отражает внутренние ценности и стремления Павла. Можно найти параллели со взглядами Дурова. Он, как человек крайне избирательный и внимательный к деталям, старается сопротивляться хаотичному потоку информации в своей сети, упорядочить его. В одном из своих постов Нельзя Грамме Павел утверждает, что людей, несмотря на их страх, уже поработили алгоритмы нейросети. В Телеграмме, как известно, алгоритмов нет. Чтобы увидеть тут или иной контент, нужно быть подписанным на канал. В Телеграмме нет ленты, в которой можно залипать часами. Так снова появляется стремление Павла к свободе. В данном случае это свобода от контента, который пользователи не хотят видеть. Хотя на этот счет существует и другое мнение. Ну вот Дуров, Дуров, наш интернет-тотем. Недавно у него был пост о том, что это все липкий мусор. А сам он главный поставщик этого липкого мусора. Действительно прослеживается противоречие, которое добавляет еще одну грань к разносторонней личности Павла. Человек, создавший успешность в социальной сети, призывает отказаться от них и перейти к созиданию. Может ли это быть призывом пользоваться соцсетями только по необходимости? Кажется, из социальных сетей Павла мы собрали всю доступную информацию. Далее проанализируем, как Павел проявляется не в интернете, а в живой коммуникации. На выступлениях, интервью и при работе с командой. О том, как была устроена работа в команде ВК, никто не скажет лучше, чем один из сотрудников Павла, который разделяет его ценности убеждений и знает о подробностях за кулиси. Хотя стоит помнить, что не вся информация может быть искренней. Сейчас в команде Дурова не больше 20 человек, с которыми он путешествует по миру. Команда ВК была гораздо больше и насчитывала более 150 человек. И успешного продвижения бизнеса, устройство работы в команде и ее сбалансированность крайне важны. Как же Павел добился такой слаженной работы коллектива над проектом? Первый принцип – свобода действий. Я думаю, что секрет команды Павла держится в абсолютной свободе. То есть вот я приехал сюда, никто и никому из начальства не сообщал о том, что я куда-то поехал. Принцип его сводится к тому, что ты даешь человеку абсолютную свободу. Если это не тот человек, то его просто нужно заменить. Но когда найдется тот человек с абсолютной свободой, то он работает на тебя не с 9 до 6, а он работает 24 часа в сутки. Второй принцип, который я уже упомянул ранее, стремится удовлетворить запросы пользователей, чтобы продукт был востребован. Первоочередные вещи – это все-таки пользовательские, то, что мы делаем для пользователей. Несмотря на то, что на поверхности ВКонтакте был похож на Фейсбук, так же, как Телеграм был похож на Ватсап, для Павла важно создать свой продукт самостоятельно, чтобы само его устройство отличалось от других предложений на рынке. Есть два принципиальных момента у Павла в процессе разработки. Никогда не аутсорсим технологии. То есть мы не подключаем никакие готовые коды, не покупаем, и вторая часть – все люди, которые работают над продуктом, должны сидеть в главном штабе. За этим стоит распространенное убеждение – хочешь делать хорошо – сделай сам. Плюс это также подтверждает скрытность Павла, а также его желание избежать утечки умов. Лидерские качества Павла проявляются не только в непосредственном управлении компании, но и в умении увлечь людей, свои идеи и повести за собой. Амбиции вот Дурова, они в их как бы планетарного масштаба? Да, очевидно, потому что если бы у него не было таких амбиций, наверное, многие бы люди не работали в этой компании. Еще один принцип работы команды – Павел крайне избирательно относится к людям, которые его окружают. Ему важно, чтобы человек энергетически соответствовал. То есть бывали случаи, когда вот он понимает, что этот человек нарушает какую-то атмосферу, которая уже сложилась, и тогда этому человеку приходится уходить. Всех людей, даже офис-менеджера или уборщицу, который работает в этом офисе, Павел Дуров всегда смотрит лично, потому что ему важно понимать, подходит ли человек энергетически. Очевидно, для Дурова важно поддержание особого микроклимата в коллективе. Так как на определенном этапе его карьеры у него появилась возможность быть начальником и выбирать, с кем работать, а с кем нет, он стал пользоваться этой возможностью на благо продукта. И еще один немаловажный принцип – не только работа в команде, но и ведение бизнеса и общения с конкурентами. Важно заниматься своим делом, несмотря на конкуренцию, и позволять другим делать то же самое, не проявляя активную агрессию. Когда мы позволяем нежелательным вещам случаться, мы снимаем с себя лишнее напряжение. А тревожные мысли не отвлекают от самого важного. Если посмотреть с момента покупки Mail.Root, график резко пошел вверх. Сейчас они начинают слияние моего мира и одноклассников. Я думаю, что если они его закончат, то в сумме они нас догонят. Но опять же, для нас это ни о чем не говорит. И действительно, в случае Павла нет никакого смысла что-то доказывать, ведь его продукты и действия говорят громче, чем слова. Это видно по активности пользователей. Возможно, именно поэтому Павел редко появляется в публичном поле. Нет желания раздавать интервью или разглагольствовать о себе, когда его продукт уже сообщает о нем более чем достаточно. Публичное появление Павла глобально может свести к выступлениям на различных презентациях, в рамках которых обсуждается развитие технологий. Перед публикой Павел держится достаточно скромно. В нем нет яркой экспрессии и желания как-то завладеть аудиторией. Починить ее себе, управлять ее вниманием, как, например, в выступлениях Джордана Белфорта или Тони Робинсона. Павел, видимо, и не преследует такой цели. Павел сухо делится фактами, лишь изредка добавляет свои эмоции и мысли, но при этом держится достаточно уверенно. Скорее всего, его уверенность основывается не на личных суждениях о самом себе, а на вполне осязаемых результатах, будь то показатели развития телеграмма, цифры или графики. Так Павел как бы задвигает тебя в тень собственного продукта, чтобы к его персоне внимания было меньше. Это вписывается в финальную диспозицию большой пятерки. Дружелюбие. Пидуров держится на расстоянии и остерегается публичного общения. Это может свидетельствовать о том, что его уровень дружелюбия, по крайней мере, в публичной среде, может быть средним или даже низким. Павла нельзя назвать личностью с ярко выраженной харизмой. Однако без того он умеет сохранять уверенность в себе и спокойствие. Он знает, что полезен людям, и его продукт востребованным пользователями. Как уже было отмечено, нередко в коммуникативном стиле Павла прослеживаются различного рода колкости и эксцентричные комментарии. Но до этого из подтвержденных случаев мы видели лишь его высказывания в интернете. Выходит, что Павел скромен только в открытых публичных выступлениях, а в интернете он ведет себя более дерзко? Он интернет-тролль, который может резко высказываться в комментариях, но не сделает этого лично? Не совсем так. Павел и на публике может высказаться достаточно резко. Но такая уверенность не безосновательна. Как разработчик он знает, о чем говорит. К тому же это похоже на ситуацию, в которой человек, пользуясь товаром или услугой, что называется «знает, как сделать лучше» и воплощает идею в реальность. Павел очень внимателен к словам собеседника и следит за тем, чтобы ему не приписывали то, что, по его мнению, не является правдой. В разговоре с интервьюером он, прежде чем ответить на вопрос, отделяет правду от неправды. Так он не позволяет нависеть на себя ярлык, а пытается донести всю полноту и сложность ситуации собеседнику. Одним словом, это можно назвать дотошным. Как в работе, так и в разговоре с собеседником. Отец Павла, он очень любил копать какие-то темы, то есть глубоко взрываться, исследовать, доходить до истины. У Павла есть тоже эта черта. То есть он такой человек неповерхностный, он любит уходить глубоко. Пытаясь задать Павлу провокационные вопросы, поставить в неловкое положение, скорее сам интерьер теряется от напора Дурова и от его стремления сказать то, что он хочет сказать, и не позволить переначать свои слова. Это характеризует Павла как человека бдительного, а может даже в каком-то смысле настороженного. Он будто не хочет позволить ни одному лишнему слову проскользнуть в диалоге. Несмотря на наличие личностных чертов, которые в обществе могут оцениваться как негативные, дерзость, наглость, эксцентричность, в глобальном смысле поведение Павла Дурова отличается высокой степенью рациональности и контролем эмоций. Возможно, именно эти качества и помогают Павлу преодолевать стрессовые ситуации, которые в связи с его родом деятельности постоянно встречаются ему на своем пути. В жизни каждого так или иначе возникают стрессовые ситуации, которые нужно преодолеть, чтобы двигаться дальше и развиваться. О том, как повысить уверенность в себе и развить рациональное и спокойное отношение к непредсказуемым и тревожащим обстоятельствам, можно подробно узнать на курсе «Контроль эмоций» на образовательной платформе Mental Room. Курс поможет развить коммуникативные навыки, необходимые для того, чтобы остаться спокойным, понимать собственные эмоции и то, какое влияние они оказывают на наш организм. Благодаря этим навыкам вы сможете легко справляться с провокациями собеседника, а также научитесь принимать взвешенные рациональные решения в стрессовых обстоятельствах. Заходите на сайт, по ссылке в описании, а я перехожу к заключению. Павел Дуров удивительная и загадочная личность, грани которой проявляются в разных областях. Его влияние на современное информационное пространство невозможно переоценить. Его способность коммуницировать широкой аудитории и в то же время оставаться в тени – это лишь одна из противоречивых черт его характера. В его коммуникативном стиле можно проследить наглость, напористость и долю высокомерия. Но в большинстве случаев такое поведение основано на уверенности в себе и своем продукте, и на рациональной оценке ситуации. Если говорить философски, Дуров – это человек, который нашел свое предназначение и в полной мере его реализовал. В своей жизни Павел уже много раз сталкивался и наверняка, наверняка еще столкнется с множеством дилемм, в ситуации, в которых две противоположности одинаково затруднительны, и выбор происходит по принципу меньшего зла. Каждый выбор он оценивает с точки зрения своих ценностей и идеалов и делает то, что считает правильным. Ну, по крайней мере, насколько, насколько нам известно. Павел Дуров является живым примером того, как продукт и бренд можно использовать, чтобы передать информацию о собственной личности и убеждениях. Через создание телеграммы он передает свое стремление к защите личных данных и свободе информации. Это также олицетворяет его скрытую, загадочную натуру. С другой стороны, долгосрочное лидерство в мире социальных медиа показывает преданность своему делу. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. До новых встреч. И надеемся, что когда-нибудь появится интервью с Павлом Дуровым, и можно сравнить сказанное ранее и найти что-нибудь новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова